Так, а вот и Кия на продажу пошла. Воскресенье, 19 марта. Подготовлено что-то с ней. Пошло прилично времени, пока подвыбил крыло. Вот так даже не видите ничего, правда? Все четенько. Даже бампер я решил не менять. Ну, ссадина вот здесь такая, да. Вот ее феном погрел. Фара даже старая. Задний отражатель даже. Это даже не рабочий элемент какой-то. Просто катафот, скажем так. Но в целом это неплохая машинка. Все равно будет по низу рынка продаваться. Так что отскочит, я думаю, внутри все нормально. Новая машина. Я натоптал там на тряпочку. Натоптал на тряпочку. Ну, тут вообще все чисто. Здесь они пользовались машиной. Все, на продажу. Сегодня пообщаемся немножко с вами, как вот я сейчас скажу вам свои мысли, отвечу на некоторые вопросы, которые вы мне писали. Ну и по факту у меня ничего не поменялось. Машины стоят. На продаже стоят, сами по себе стоят. А пообщаемся мы на такую тему, как покупка бушных машин. И, соответственно, их подготовка, продажа и тема перекупства. Хорошо это или плохо. И почему люди хотят быть обманутыми. Почему люди хотят быть обманутыми и не ведутся на правду. Я даже в замешательстве, у меня просто разрыв шаблонов, взрыв мозга. Я не понимаю, как продавать машины. Приходят их смотреть, я говорю все откровенно и чистую правду. И люди начинают в это не верить. Если прикидываться дурачком и говорить, что я типа ничего не знаю, машина от дедушки, то тогда, о, классно, нам подходит. По факту. Кстати, я вот поездил, недельку мне понадобилось поездить на Форде. Тихо, тихо. Не ругайся. Все, мы сейчас уйдем. Мне вообще понравилась машина. Я вам скажу, ребята, он прям прикольный вообще. Вот в данный момент из трех машин прям вот не знаю, к какому формату его отнести. Но понятно, здесь комплектация. И вправду все-таки на нем ST-подвеска спортивная. Он довольно жесткий, что оценили одни из покупателей. Датчик дождя, кстати, действующий. Вообще все работает, все приятно. Приятно и даже на ощупь, я бы так сказал. Приятно открывать дверь, приятно закрывать дверь. Относительно вот этих вот двух. 1.6 мотор, 80 киловатт, там сколько это, под сотню лошадей. Но при этом он не особо валит. А валит вот, кстати, Kia просто сумасшедшим образом. Я был в шоке просто. Вот пушка вообще просто сумасшедшая. Я, кстати, ее тоже поэксплуатировал, все доделал. Вот скажите мне, здесь покрашено вот так вот. Кусочком. Из-за вот этого уголка, который пришлось нарастить почти сантиметр. То есть крыло, вот здесь вот есть шишак. Крыло сплющилось, его выбивали изнутри. Но его надо тянуть или вообще, ну, по-моему, вываривать. Короче, капс дает. Вот крыло просто с задницы. Все, его надо менять. Здесь есть небольшая щель под фарой. Она не броская, но все под зазором стало. Новый багажник. Багажник, кстати, я заменил. Я вам говорил уже. Тоже я поменял. Машина отполирована, почищена. Вот, допустим, по этой проблеме. Как ее назвать? То есть вроде бы я подсовываю дефект, скрытый, который, скорее всего, обнаружится через два года. Даже не через год, я уверен. Потому что все обработано нормально, все зачищено, покрашено, нормально встык. Если только за ней как бы ухаживать нормально не будут, ну да, скорее всего, через года полтора только, может быть, что-то начнет проявляться каким-то просадкой. Скорее всего, толком ничего не случится, пока все кто-нибудь заново не въедет. Фара новая, багажник новый, покрашено и покрашено. Да, машина стала короче на сантиметр. Но цена машины продажная готов продать за 2400 эту машину. Она самая дешевая. Сейчас из дизельных самая-самая дешевая. То есть за два года, если даже пузырь появится, она отработает все эти деньги слегкой. Вот. К чему я все это говорю? Вот представьте, три машины. Причем по состоянию лучше всех, наверное, Ниссан даже. Относительно своих лет. Больше всех мне понравился Форд. Кие-кие, блин. Кстати, тоже неплохая по качеству сборки, но пластмассовая. А что получается? Вот каждая машина отполирована, намыта. Свежий техосмотр. Все сделано для того, чтобы просто сесть в нее и поехать. В общем, все для клиента сделано. И это пусть будет мой хлеб. То есть у меня есть мой минимум. То есть вот за те деньги, которые я купил машину, то есть она стоила, помните, 350 евро. Новое крыло, подготовка машины, глушитель я там сделал. Короче, все сделал, чтобы пройти техосмотр. Она прошла техосмотр. Я еду показывать, допустим, первому клиенту. И что видит клиент? Ему становится странным. Причем вот меня вы спрашивали, типа, вот у вас услуги так дорого стоят? По факту да. То есть там многие сервисы могут за день обслуживания какой-то машины взять 300-400 евро. С учетом того, что машина в принципе стоит такая 300. А она потому и стоит, что у нас на такие старые машины, как бы они вообще не ценятся. Их типа на металл. Покупайте новое. А если хоть хочешь старое, то ну тогда тебе придется платить до хрена. Здесь такой немножко коллапс, но... Ну и в целом, как бы машин старых относительно мало. Их используют как первую машину там учебную, допустим, или как рабочую. Ну или дедушки покупают там на даче ездить или по хуторам, где в принципе на ней ездили. Так вот, я приехал показывать эту машину. Так, везу первому клиенту. Везу первому клиенту. А у меня дворники отваливаются. Придется объясняться. Приехала девочка. И меня поразили просто вопросы. А как долго машина у вас? А я говорю, знаете, я ее перекупил, подготовил к продаже. Просто вот у меня такие занятия. У меня, говорю, своя мойка, сервис, где я вот этим занимаюсь. А что вы сделали? Я говорю, ну вот отполировал, почистил, обслужил, сделал техосмотр. Продаю. А, да? Так много работы сделали? Я говорю, ну мне как бы недорого. Ну такие услуги стоят дорого. Я говорю, да, такие услуги стоят дорого. Но так как я делал сам, в этом и прикол. А за сколько вы ее купили? А тебя, извини за выражение, каким боком это волнует? Ну купил, купил. А какие обслуживания сделаны? 1200 стоит цена вот этой машины. Если отдавать на услугу полировки, это будет стоить 200 евро. Если отдавать на услуги химчистки, это будет стоить 200 евро. 400. Пройти самому техосмотр. Это время, это деньги. Это вы потратите, можно округлить, ну как минимум там 50-60 евро. То есть время человека плюс прохождение техосмотра. Заварить глушак-то, что это еще по ней делалось? Жить, толком и не помню. Это все деньги, все сделано. Ну ничего не надо обслуживать. По ней видно, что она в хорошем состоянии. Кондишка даже работает. Все трубочки я вам показывал, все приятное. А дайте номер предыдущего хозяина, я хочу у него все узнать. Нафига вообще это надо? Что за бред? Что за вопрос? А книга обслуживания? Это меня просто вообще всегда осаживает. Ты берешь машину, я говорю, берите вот 1000 евро, я могу вам округлить. Вот если вам нравится, забирайте ее. И, блин, как назло, у меня еще дворник отвалился, блин, из-за этого не купили. Я, кстати, не хочу вкладываться, может быть, вы мне посоветуете. Знаете, какая фигня? Фигня в том, что проблема-то здесь была. Здесь даже отломали кусочек решетки, чтобы легко поставить всегда было можно дворник на место. И тут вот трапеция, и дворник соскакивает, получается, там идет механизм, и снизу вот водительский дворник, он защелкивается на шарик. Перевязать его ничем нельзя, просверлить насквозь, скорее всего, тоже такую втулку хрен просверливаешь. Вот мне надо будет решить эту задачу. Да, он как бы держится какое-то время, потом отваливается. Мне говорят, почините, мы купим. Я говорю, предоплату дайте, я починю и вам продам. Нет, так мы не хотим. Я говорю, ну или забирайте, я скину 200-300 евро, я скидываю, все, забирайте. А что вы так быстро цену скидываете? Да еб твою мать, ну а что, а как? Ну как-то, блин, короче, ладно. Та же история, пришли ребята, я поставил 2700, 2700 на продажу. А, первый там кто-то мне написал, 2400 забираю. Я пишу, окей, все, звони, и все, и до свидания. Вот этих приколов я тоже не понимаю. То есть, я когда выставляю на сайт купли-продаж машин, там всегда есть обратная связь, и можно написать, ну, как и везде, наверное, ну, свое предложение, то есть, задать вопрос продавцу. Задают вопрос 2400, я говорю, да, давай. И народ такой, типа, ну, странно, что-то он быстро согласился, да, там херня какая-то. Не знаю, ну, приди, посмотри. В итоге, одни пришли посмотреть, посмотреть. А что это я, значит, сижу такой, еду довольный? Во-первых, у меня код слетел, потому что я аккумулятор снимал на зарядку, а пароля у меня нету, это беда. Еще топливо кончилось, но это я заправлюсь. Это, это не беда. А вообще, я ручку поставил, как и говорил, еду показывать, не поверите, хотят посмотреть. Бибельку. Приехали, спрашивают, а что такое ST-Line, кстати, вот тоже вот был у вас вопрос, и у них. Я говорю, это обвес, это черные фары, это подвеска. Они такие, ну да, мы, в принципе, тоже почитали, а здесь подвеска осталась, спортивная. Я говорю, осталась. Да, им показалось жестковато, но в целом понравилось. Они говорят, нам все нравится. До машины не доколупаться, все чистенько, все прикольно. Но у нас бюджет 2000. Я говорю, поздравляю, но машину я могу продать минимум за 2500. Также могу, в принципе, 2400, если вот прям вот хотите, забирайте. Говорят, ну да, блин, вариант, конечно, очень хороший, но у нас нет денег. Ну на хрена тогда время вы тратите? Ну какого хрена я с вами сейчас катался полчаса? Киа! Та же самая фигня. Два предложения на e-mail. Первое было, что нужно делать в машине. И когда какие обслуживания были, чего я не знаю, придумывать. Получается, что надо придумывать. То есть говорить, все сделано. И, кстати, многие так и делают. Вот прикол в чем, ребят, у нас моторы не капиталят уже давно. То есть на машинах старше 10 лет никто вообще. То есть капиталка мотора зачем? Это всегда очень дорого. Даже обслуживание коробки. Многие заморачиваются, начинают какие-то там на иксах, там на всем подряд. То есть на автоматы, аудюхи, это постоянно там проблемы, коробки разлетаются. Сейчас контрактных деталей вот так вот, с гарантией и по очень хорошей цене. Ты все равно коробку снимаешь, если что-то глючит. Перекинул, адаптировал. Так же и моторы. На такую машину мотор будет стоить 200 евро. На такую машину будет стоить 200 евро. На такую 50, 100, 150 евро. Вот ты покупаешь, если вот прям тебе очень нравится такая машина, катайся вообще просто. Даже масло условно менять не надо. За год с ней ничего не произойдет. За два может по подвеске, там колодки сточишь. Заклинит этот мотор, выкинул, поставили эти однотипный такой же мотор. Эта работа за выходные делается. Цена работы там 150 плюс 300. То есть в каком-то недорогом сервисе, несложный мотор, то есть выкинуть, вкинуть это 300, особо его не обслуживать. Ну плюс там сам мотор 150. Это будет в любом случае там не особо дорого относительно там дороговизны. То есть если машина стоит там условно 3-4 тысячи, там на замену мотора выделить там тех же 600, я считаю это недорого. И то как бы вряд ли что-то случится. То есть ну вот у меня было просто из своей практики. Я покупал там Opel Vectra, Opel Astra Bertone за 2,5 тысячи. Там умирающий был мотор. В итоге я на разборке этот мотор за 150 евро купил. И ребята мне в гаражах перекинули этот мотор. Вообще без какого-либо обслуживания. Просто скинули старый. Там все, компрессия кончилась. Кинули новый, год проездил на этой машине, продал. И все, человек до сих пор знает, что он ездит. Пофиг веники. Что говорить, когда продаешь, не знаю. Некоторые рисуют документы. То есть через какие-то фирмы рисуют какого-то обслуживания, фоткают, продают. Так что ли делать? Странно. То, что машины зависают, понятно. То есть сейчас вот у нас вчера была весна, сегодня, блин, снега навалило и опять все тает. Непонятно, непонятно. Мне нужны ваши идеи. Что делать? Что говорить-то вообще людям, блин? Потому что мозг ломаю. Хочешь быть честен, рассказываешь, показываешь, вплоть до фоток. Сразу начинают такие, типа, нифига себе. Так ты там, ну, условно, допустим, вот пришли смотреть. Я им говорю, я за 350 купил. Ну, я сделал то, то, то. Нифига, за 350 купил, хочешь за 1200 продать? Так она мне вышла в 700. Да, я хочу продать за 1200. Хочу 500 сверху. Ну, минимум мой, допустим, пусть будет 300 за счет услуг. Все равно я их как бы, ну, условно, оплатите мне хотя бы мою работу. Так? Так. Дальше что? Машины не продаются. Нервишки такие, типа, блин, может продать как-то подешевле, скинуть, может быть в комиссионку. Это у всех бывает. Пока с вами вот сейчас вот я общался, мне позвонили. Жалко, я не записал разговор, но покажу сейчас. Поеду завтра. Ну, для вас завтра это будет уже прямо сейчас. Только что, короче, позвонили мне с Латвии. Человек хочет посмотреть Форд. Очень надеюсь продать Форд. Ну, и тогда уже какой-то движ пойдет. А вообще, да, то есть продажи встали, и не знаешь, что и делать. Надо просто переждать, потому что каждая из машин, Ниссан, вообще один-единственный в продаже. То есть вот такой кузов, это поколение, там предыдущее, кстати, поколение, кто-то продает, еще дороже пытается продать. А так продаются у нас только уже следующего поколения. Этот Ниссан один-единственный в продаже. Стояние у него перфектное, я считаю. Форд СТ-Лайн именно вот в такой конфигурации, комплектации тоже один-единственный в продаже. Кия самая дешевая в продаже. То есть, соответственно, просто надо немножечко подождать. Без паники, как говорится, немножечко ждем, все продастся, все нормально. Зато, ребят, вы можете вот прям четко наблюдать, как это все без постановы, никакое не шоу. Здесь вот я четко показываю так, как оно происходит. Я поэтому и не снимаю там впритык, как, ну, обычно бывают там с камерой. У нас, в принципе, нельзя снимать лица, могут пожаловаться, потом будет плохо. Ну, вы видели, то есть, приходится немножечко из-под тяжка где-то подзамазать, то есть, чтобы вам передать атмосферу, то, что было непосредственно. Задавали вы мне вопросы по тому, сколько машин можно на себя оформлять, как быть, вот у меня сейчас, сейчас на меня вообще в общей сложности около семи машин оформлено. Из них, ну, какие-то основные мои и вот эти продажные. Я как поступаю? Вот вы не видите, есть человек, который мне помогает с одной машиной. На него оформлена одна. Одно можно оформить на маму, одно можно оформить на папу, на бабушку, на друга и так далее. На жену можно еще оформить. То есть, оформлять на разных людей, ну, и, соответственно, держать с ним связь. То есть, не так, что вы на кого-то оформили, а потом нужна там подпись или какая-то связь, или удаленное переоформление, и вам не связаться с человеком. Плюс, если я, допустим, покупаю, ну, я так понял, то есть, как пример, купили вы, не знаю, компьютер за 1000 евро. Хороший компьютер, там, или айфон. Вот, простой пример. Купили вы айфон, но стоит косарь, наверное, а то и больше. Попользовались им, продали. Через месяц купили себе какой-нибудь Самсунг за ту же сумму. Попользовались месяц, продали, решили, что все-таки айфон был лучше. Купили айфон, и так 5, 6, 7 раз, а то и 10 раз в год вы меняете телефон, и вам что, придет налоговая и скажет, что вы там творите, тут сегмент примерно той же ценовой категории. Если вы сразу накупите, там, 25 айфонов, то, да, налоговая может спросить, откуда деньги появились. То есть, если это не вписывается в рамки вашей, там, 6-тысячной зарплаты в месяц, к примеру, если у вас небольшая зарплата, в районе, там, полторы тысячи, а то и тысячи евро, то, соответственно, и машины должны быть у вас вот одна купилась, продалась, после этого купилась новая, продалась, после этого купилась новая, тогда вопросов не будет, хоть 20 машин в год. Я уверен, что это, ну, пока с меня не спрашивали. Если, ну, говорю, сразу будут оформлены 5-6 машин, и сумма будет нарастать, то могут спросить. Вот пока, слава богу, ну и плюс, друзья, это так работает. Пока не забыл, ребята, Canbus Hacking. Напиши мне в Инстаграм, подпишись, лайки поставь. Комментарий. Во время снятия аэрбэга не только ты, вот я смотрю, многие ждали, что он стрельнет, не стрельнет. Сто раз так делал, да, я вот, успокойся. На самом деле, клемма в аэрбак подходит. Кстати, я не изучал, это мои догадки. Там, ну, где-то, а, там была одна клемма. В некоторых машинах современных две, кстати, надо, почему две? Ну, по факту, там ты же подаешь 12 вольт, чтобы взорвать аэрбэг. Вот это я точно делал. На него просто плюс-минус. И он так, а тут, даже если я замкну эти клеммы, то просто выскочит ошибка. Или, если, бывает, там рядом проходит от сигнала проводок, то он дает микроискру такую, но это мне надо туда фишку как-то просочиться. А фишка обычно полностью вальцованная, но она для того и сделана, чтобы ничего не произошло. Ну, как бы не было, и не дай бог. Сколько раз, то есть, достаточно зажигания выключить, все отсоединил, и со включенным, и как попало, и все это снимается. Если только там, реально, какой-то дефекта в машине нету. Ну, в общем, с аэрбэгом все ясно. Пронесло, напиши, получишь кэшбэк за терпение меня. А сейчас едем. Не наш. Не ваш вариант? Я же продаю. Ну, да, да, поэтому я говорю, что... Если кто-то хочет? А для семь... Ну, можете кому-то... Нормально это, но для меня, наверное, это не будет. Спасибо большое. Да, у вас нет. Поехали дальше, посмотрим, что это. Спасибо. Как вы видели, никогда такого не было, и вот опять машина не из салона. Хотели прям новый Ford Hoppa, законсервированный, чтобы я выдал просто вот сразу, и все. И чтобы вот ни точечки, ни пузырька. Говорит, крашеная машина была. Здесь-то уже крыло крашеное. И вот здесь крашеное. Я говорю, и еще там крашеное тоже. И я красил. Ну, это не наш вариант. Ну, извините. С Латвии переехали, представляете, специально. Ну, как бы у них еще пару вариантов было. Но вот нацеливались прямо на Ford. Ну, что поделать? Нечего поделать. Ждем, ждем, ждем. Все продастся. Сейчас солнышко выглянет, а то у нас то снег, то гроза, то торнадо. Так что, ребят, не переключайтесь. А сегодня вечером, кстати, залетайте ко мне в инсту. Я выложу Reels, как вы ждали, как вы просили. Вам понравится. Все, до новых встреч. Лайк, колокольчик, подписка, эскиз, эскиз, эскиз. Ну, Андрюха, ну, Андрюха, давай. Ты только вот тихонько посмотрел, пошел дальше, да. А то... Да. Да, я скоро. Бросьте трубку. А что я говорил? Как бы он так и так произошел. Дэ, дэ, о, скере. Ашне, хе, хе, кефтеме. Я твой сиську царапал. Я сбился. Дэ�, с такой-то. Да, я знаю. Да. МОШИТР.